ПЕСНЯ Приветствую вас, дорогие друзья! Мы слышали только что, Сергей Викторович говорил о том, как наш Господь скорбел, как Он говорил о том, что все соблазнятся, оставят Его. И все-таки вернулись, все-таки вернулись, раскаялись. В этом и наше счастье. Господь предусмотрел великий подвиг веры у апостолов. Мы вспоминаем сегодня страдания и смерть Иисуса Христа. И хотелось бы проникнуть в суть происходящего. Что же действительно такого произошло на Голгофе, что изменился мир, что началась новая эра? Что появилась церковь. А церковь – это особая жизнь, особая форма жизни. И вспоминая то, что говорил Иисус Христос до своих страданий, а Он вспоминал неоднократно о том, что Ему надлежит быть преданным в руки грешников, умереть и в третий день воскреснуть. Но как-то эти слова не укладывались в голове учеников. Они не могли понять, ну как, тот, кто воскрешает мертвых, тот, кто дает зрение слепым, тот, кто умножает хлеб до невероятных количеств. И его убьют, и как? Ну, нет. Вот такая защитная реакция есть и у нас. Когда мы начинаем размышлять о бренности временной жизни, о том, что нам предстоит когда-то уходить из этого мира, мы стараемся уходить от этих мыслей. Это естественно, это нормально для живого человека, но есть Библия, есть Церковь и есть слова Христа, которые за две тысячи лет не претерпели никакого изменения. Десятая глава Евангелия от Иоанна. Христос беседует с неверующими в Него и объясняет, что Он, как пастырь, Он пастырь добрый, который полагает душу свою за овец. И вот, в частности, 17 и 18 стихи в 10 главе Евангелия от Иоанна вот так звучат. Христос говорит, «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего». Не вмещалось это слово. Возмущались люди, обвиняли Христа в богохульстве. Не узнали. Божий Сын пришел к Своим, и Свои его не узнали, не приняли. Не увидели в Нем Сына Божия. Имею власть отдать жизнь, и имею власть принять ее. Что это за власть? Это власть Божия. Друзья, когда мы говорим о жизни, мы говорим о каких-то конкретных проявлениях жизни. Ну, даже вот в то время, в которое мы сейчас живем, весь мир говорит о вирусе. Да, вот пандемия, эпидемии, да. Люди боятся. Что такое вирус? В переводе с латыни это это яд, в общем-то, токсин, это инфекция определенная. Но вот вирус, он живой? Это что-то живое? Или это что-то неживое? Оказывается, вот это и то, и другое. Это пограничная ситуация. Вирусологи, эпидемиологи говорят, что вирус – это такая генная структура, которая, попадая в клетку, человека клетку, в живую клетку, начинает проявлять признаки жизни, начинает делиться и так далее. Вот сам по себе вирус как бы неживой, но соединяясь с живой клеткой, начинает свое нехорошее дело. Вот мы в таком мире живем. Вроде бы все прекрасно. И вместе с тем в мире есть горе, страдания и смерть. Вот такая наша жизнь. 120 лет назад, может быть, чуть больше, в то время популярный поэт Семен Яковлевич Натсон писал, «Меняя каждый миг свой облик прихотливый, капризно, как дитя и призрачно, как дым, кипит повсюду жизнь в тревоге суетливой, великая смешав с ничтожным и смешным. Какой нестройный гул и как пестра картина, здесь поцелуй любви, а там удар ножом, здесь нагло прозвенел бубенчик Орликина, а там идет пророк сагбенный под крестом. То вся она печаль, то вся она приманка, то все в ней блеск и свет, то все позор и тьма. Жизнь – это Серафим и пьяная вакханка. Жизнь – это океан и тесная тюрьма». Вот на таких контрастах, вот на таких парадоксах построил этот замечательный поэт свое стихотворение под названием «Жизнь». Кстати, он прожил всего 24 года. Что же такое жизнь? Заходим в интернет, открываем Википедию и читаем. Жизнь – это основное понятие биологии. Это форма существования материи. В некотором смысле основная форма существования материи. Вот так объясняет нам этот мир. Библия говорит по-другому. Жизнь в Боге. Бог есть жизнь, Он дает жизнь. Бог вдохнул когда-то, жизнь вдунул ее в лицо Адама. И Адам стал живою душой. Но Бог предупредил его, что делать, что не делать. Адам нарушил эту заповедь. И Бог сказал, что будет, если будет нарушена эта заповедь? День, который вкусишь, смертью умрешь. Что это за процесс? Некоторые люди, толкуя Священное Писание, говорят, Бог знал, что Адам будет продолжать жить. Бог все знал. Он просто это воспитательная мера. Да, он нарушил. Бог знал, что он нарушит. Теперь Адам должен сделать правильные выводы из того, что он сделал неправильно, и измениться. Вот такой простой дискурс. На самом деле, друзья, все гораздо страшнее. Вот то, о чем писал Ницше, произошло в Адаме. Бог умер. Этот мир для него жил, у него открылись глаза, он увидел возможности, он увидел по-другому свою жену, он увидел другие перспективы. А Бог внутри, духовно исчез. Он начал прятаться от него, начал оправдываться. Но, Бог вечен, Бог не умирает. Умер Адам. Потеряв связь с Богом, он начал умирать. Он начал стареть. И, в конце концов, был погребен. Он был прах, из праха взят, и в прах вернулся. Но у него были дети. И так человечество распространилось до сего дня. Мы живем какое-то время. Недавно, ну, буквально около недели назад, мне показали ролик в Ютубе. Ну, многие, наверное, видели о том, что было на углу Канатной и переулка Нахимова. Видели, да? рухнула часть дома. Ну, три этажа очень серьезно. И как раз камера была установлена в таком месте, где все наглядно было показано. По Божьей милости, я думаю, все рабочие, которые этот дом реконструировался, там был забор, забором обнесен. Ну, вдоль этого забора шел молодой человек, это четко видно на камере, шел к Канатной улице и в стороне от него шла девушка, там на расстоянии может быть пяти, может быть семи метров. И вот это все ничего не предвещало, да, ужасного ничего. В общем-то, молодой человек идет и вдруг он резко услышал, видимо, треск, он начинает бежать от этого дома и вслед за ним девушка и они спасаются, буквально эти клубы пыли, значит, вдогонку за ними. Удивительно, Бог спас и ремонтников, которые, у которых был перерыв, и этих молодых людей, которые проходили рядом, потому что камни были разбросаны по всей мостовой, по переулку. Я, знаете, что подумал? Я подумал, что рушится этот мир. Вот так вот рушится мир и люди, которые слышат голос Божий, люди, которые ищут выхода из всего того, что происходит, пытаются для себя объяснить, что это, как это, не хочется раньше времени умирать. Друзья, но умирать все равно надо, потому что все мы смертны. Люди хотят найти выход внутренний, экзистенциальный, выход определить для себя и не находят. И не находят. И многие оказываются погребенными. Ну, слава Богу, в Одессе без пострадавших обошлось. А сколько людей оказываются погребенными в этом мире, придавленные этим миром, убитые всем тем, что происходит в этом мире. Вот есть такой человек, убитый горем. В общем-то, никто в него не стреляет, а он убитый горем. Нет выхода, нет счастья в жизни, раньше так говорили. И сейчас, собственно. Что же пришел сделать Христос? Христос, страдания и смерть, которого мы сегодня вспоминаем, пришел спасти. Но кого? Всех, кто придет. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. И я успокою вас, говорит Христос. Кто услышит голос мой, кто отворит дверь, вот я к тому войду со своей жизнью. Я принесу эту жизнь, я принесу радость, я принесу вечность. И на сегодняшний день, друзья, вот за последние несколько тысяч лет, можно сказать, ну, с некоторой натяжкой, что почти каждый третий в этом мире христианин. Слава Богу, друзья. Ну, разные конфессии, разные направления, но исповедует Иисуса Христа. Почти каждый третий житель земли. Это чудо. Это Божие спасение. Вот так Господь спасает. И хотелось бы подумать подумать и сказать то, что имел в виду Иисус Христос. Ну, я имею власть отдать жизнь и опять принять ее. Зачем это делать? А это спасение, друзья. Это спасение мира. Это наше спасение. Христос пришел в этот мир отдать свою жизнь, пролить кровь на Голгофе. И он это сделал. Пилат говорил, откуда ты, кто ты, почему мне ли не отвечаешь, спрашивал римский прокуратор. Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть отпустить? Христос говорит, ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Испугался Пилат. Понял, что непростой человек перед ним. Понял, что и зависть его предали. Но все возможности, которые по его мнению были, он использовал для того, чтобы Христа отпустить. Но кричали, если ты его отпустишь, ты не друг кесарю. и мы найдем возможность это доказать, и тебе будет плохо. Между собой, своей карьерой и этим невинно осужденным Пилат выбрал себя. Вот так часто бывает и в нашей жизни. Мы не идем за Христом. Мы слушаем близких, слушаем каких-то людей, слушаем свое мнение, которое у нас возникает. мы не следуем по слову Божию. Христос говорит, я пришел в этот мир, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. В другом месте Христос говорит, я есть путь, истина и жизнь. Странно звучали эти слова. Смотрели они на этого молодого раввина и думали, ну вот, вот, вот с какой стороны не посмотри на эти слова, не порассуждая, вот не получается какой-то вывод такой ясный, определенный. А нужно было просто верить, как это делали апостолы. Нужно было просто слушать то, что говорит Иисус Христос, запоминать, быть внимательными. И слава Богу, друзья, что мы в церкви. Слава Богу, что мы имеем возможность исполнять заповедь Божию. даже находясь вдали друг от друга, мы в церкви, мы составляем единое тело Христово. И вот простая мысль в заключении. Христос пришел отдать жизнь свою, чтобы принять ее уже с нами. С нами, с нашей жизнью. в этом мире все происходит не так. Этот мир роботизирует людей, то есть делает из них роботов. А Бог хочет общения на личном уровне. Бог помогает человеку стать личностью, потому что Бог личность и каждый из нас личность. И Христос отдал свою жизнь, чтобы принять ее уже с нами, чтобы вернуть нас к Богу. Так сказано в начале этого же Евангелия о тем, которые приняли Иисуса Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Бог хочет дать нам эту власть, принять жизнь, отдать ее. И, собственно, что делали христиане в первые века? Они отдавали жизнь. Они отдавали жизнь за Христа, потому что имели в нем жизнь. Павел говорит, жизнь для меня Христос. И он пострадал за имя Божие, был казнен. Друзья, отдаем ли мы свою жизнь Иисусу? Вообще, чему мы посвящаем свою жизнь? Кто-то посвятил науке, кто-то спорту, и оглядываясь, многие люди разочарованы. Вот я вспоминаю часто Евтушенко, он оглядываясь на свою жизнь, такие строчки написал, прямо жить хотел, не получилось, как-то по-кривому жизнь сложилась. Послушайте, это лауреат, это классика литературы при жизни, как-то по-кривому жизнь сложилась. И он задает сам себе вопрос, какая же цена ораторскому дару, когда расшвырен вдрызг по сценам и клише «Я счастье дать хотел всему земному шару», а дать его не смог одной живой душе. Друзья, наш Господь дает счастье всем, кто приходит к Нему, всем, кто начинает следовать за Ним, всем, кто верит Его словам. И слава Богу, сегодня еще звучит эта благая весть. Слава Богу, мы сегодня еще можем исполнять Его заповедь, мы еще находимся в этом мире, который рушится, но рушится медленно. Мы должны поторопиться в церковь, мы должны поторопиться к Богу, мы должны внимательнее вчитываться, вдумываться в слова, которые говорит нам Господь, каяться перед Ним, благодарить Его и прославлять Его, потому что только Он достоин славы, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok